Всем привет и добро пожаловать на канал Played Home. Сегодня посмотрим на игру, которая называется Промышленный Гигант 4.0. Здесь мы будем строить промышленную империю, производить товары, развивать технологии, выстраивать логистику, планировать стратегию, управлять финансами и участвовать в мировых событиях. Желаю всем и каждому приятного просмотра. И по традиции первого взгляда сразу ставлю игру на паузу, чтобы можно было пробежаться по управлению. Я вам расскажу, как здесь все устроено и как с игрой мы будем взаимодействовать. Начнем, наверное, с левого верхнего угла. Здесь у нас указано задание. Первое, что мы должны построить, это ферму. Выбираем один из двух регионов, возводим ее там, а дальше должны будем подключить к дорожной сети. Обязательно сделаем, но только чуть позже. На самом верху по центру у нас указаны глобальные события, которые происходят на карте. Например, смена сезонов. Дальше сообщения, а также индикации того, что касается уже нашего производства. Как вариант, это сломался завод, нарушена логистика, не хватает ресурсов, все отображается здесь. С правой стороны это фильтры. Выбираем интересующее нас направление, и здесь все можно отследить. Хотя я пока это все дело выключу и столбик уберу, чтобы не мешал и не отвлекал. В левой нижней части экрана это информация по нашей компании. Какой у нее рейтинг, сколько находится денег на балансе и так далее. Что касается финансов, у нас сейчас доступно 30 миллионов. Очень неплохая сумма. Для старта более чем достаточно. Неплохо так можно будет отстроиться и развернуться. Ну а внизу по центру это классический тулбар, где все разбито на две основные группы. Первая информационная, вторая строительная. По поводу информации. Здесь можно отследить всю нашу технику, а также на ком она находится в маршруте. Информацию по складам, магазинам, производствам. Какие города на карте. Также здесь надо будет учитывать и следить за их ростом. Потому что это как раз таки будет влиять на все производство. И финал в итоге у нас идет это зоны. Что касается зон, и здесь много, они разные. Но если простым языком, то они слушают как некие маркеры-подсказки, которые говорят о том, что здесь явно лучше добывать древесину, нежели на этом пустыре. Ясно? Понятно? Логично? Дальше. Вкладка, отвечающая за нашу компанию и всю ее отчетность. Здесь есть варианты как ежеквартальные, так и ежегодные. Что у нас уходит на экспорт, что у нас уходит на импорт, сколько у нас уходит на содержание техники. В общем, все отображается здесь. Дальше это то же самое, что у нас находится в левом верхнем углу. То есть подсказка по заданиям. Затем маркет-прайс. То, что продается, покупается, производится на этой карте. А именно, картонные коробки, уголь, упакованные фрукты, овощи, неупакованные фрукты, овощи, пшеница, хлеб, древесина, стружки и доски. Полюсы недоступны. И глобальный маркет и прочее надо будет открывать. Дальше идут уже строительные вкладки. Здесь мы формируем покупку техники. Здесь у нас идут маршруты, включая железнодорожные. Ну, а дальше уже сами постройки. Чем больше будем с вами играть, чем дальше будем проходить, тем больше будет открываться новых объектов. Вот, в принципе, и все. А теперь закатываем рукава и давайте займемся строительством. Как говорит игра, значит, нам нужны фермы. И для этого у нас требуется возвести на одном из двух регионов. Они у нас находятся как раз-таки прямо-таки на краю карты. Осталось решить вопрос, где мы будем ставить старт нашего производства. По поводу самой постройки. Она стоит полтора миллиона долларов. Дальше она у нас снимает на содержание по 15 тысяч. Ей обязательно требуется дорога и может производить такие ресурсы, как хлопок, пшеница, фрукты и овощи. Ну, то, что нам нужно, да? Значит, постройку мы эту поставим где-нибудь, наверное, вот здесь. С этой стороны только я тебя разверну. Постараюсь как-нибудь... Ой, не то нажал. Сейчас мы обратно тебя вернем. Постараюсь как-то сделать так, чтобы не особо играть с ландшафтом и не тратить на это деньги. Развернем и сразу поставим тебя к этой дороге. И, допустим, вот сюда как-нибудь сейчас я в пиндюре. Давай, не ломайся. Что ты... Во, хорошо, замечательно. Установить. Снимаем игру с паузы. Пускай начинается здесь это все дело строиться. И, наверное, я уберу еще знак вопроса в правом верхнем углу, чтобы не было дополнительных подсказок. По-моему, моих подсказок вам будет более чем достаточно. Ферма готова. Да, все, заработало у нас. Значит, следующее, что мы должны будем сделать, это надо поставить поля. Для этого у нас есть отдельная вкладка. Сразу же с этой фермы нам доступно 5 полей. И если мы хотим расшириться, то это все можно отдельно, чуть ли не до бесконечности, докупать. Пока хватит у нас самих вот этих зон ее влияния. Что касается зоны влияния, достаточно большая. И именно в ней мы должны формировать поля. Первое поле мы поставим вот сюда. Второе прямо рядышком. Сейчас как-нибудь камеру повернем, чтобы было это удобно, ровненько и красиво. К сожалению, здесь ротация не совсем плавная. Не получится прямо идеально все дело подогнать. Но как выйдет, так выйдет. Все равно, в любом случае, постараюсь как-то сделать это все дело аккуратненько. Вот сюда добавляем еще одно поле. Плюс еще одно. Чуть ли не внахлест идет рядышком. И еще одно у нас встает вот сюда. Замечательно. Все поля мы установили. Дальше мы должны выбрать то, что мы здесь будем выращивать. Фрукты у нас здесь выращиваются абсолютно во все времена года. Поэтому это отличный вариант для нас и то, что требуется по заданию. Установить тебя. Единственное, что я сделаю, я немножечко уберу эффективность. Во-первых, это будет стоить для нас дороже сейчас. Во-вторых, выхлоп достаточно большой идет 3000 тонн этих фруктов. Нам такое сейчас количество не нужно. Мы сейчас это будем делать хотя бы до соточки. Вот так вот мы опускаем и подтверждаем. Готово. Осталось только дождаться, когда будет готов урожай. Значит, по самой продукции у нас здесь показан сезон. У нас в этот сезон она добывается два раза. Красная полоса идет, это подготовка, да, то есть засеивание полей. Зеленый, когда будет значок идти, это значит, говорит о том, что уже идет сбор урожая. Здесь будет виден, по сути, весь сам процесс. Но только, к сожалению, сейчас что-то идет сама подготовка. Поэтому, ой-ой-ой, это я уже строю. Не то я делаю. Вот здесь, да. Ну да, когда дойдет до зеленого, мы с вами обязательно посмотрим. По заданию. Значит, игра хочет, чтобы мы с вами поставили магазин, где мы будем это все дело продавать. У нас для этого есть отдельная вкладка. Данная постройка стоит 500 тысяч. Содержание 9 тысяч. Обязательно требуется дорога. И что касается продажи, она продает вино, яйца, фрукты, овощи и хлеб. Отлично. Но, что касается постройки, да, она обязательно будет возводиться у нас только в городе. Потому что именно она и как раз таки и будет влиять на развитие этого города. Осталось только решить, где мы тебя поставим. А поставим мы тебя... Ну, как вариант, конечно, мы можем снести несколько домов и поставить его прямо в центре. Но, мне кажется, это что-то прямо как-то, ну, перебор, да? Люди явно будут не самые довольные. Давайте сделаем как-нибудь гипермаркет на окраине города. То есть, вот сюда его пиндюрим. Отлично. Стройся. Пока она возводится... А, хотя она достаточно быстро сейчас построится. Можно будет сразу на нее нажать, посмотреть. Здесь идет ее рейтинг. То, что находится внутри. То, что она продает. Общее количество продукции, которые она уже продала. Здесь также информация по формированию новых маршрутов и общий склад. Хранилище максимальное, может быть, 800 единиц хранится. Значит, нам нужны теперь грузовики. Те самые, которые будут возить продукцию. Выбираем депо и поставим его куда-нибудь. Неплохой вариант вот сюда тебя поставить. Потому что здесь территория сама по себе такая порезанная. И для нас особо не жалко ее будет портить. Но здесь, видите, с ландшафтом придется играться. Ну-ка, если мы тебя сюда поставим. Ну, здесь получше. А с этой стороны, если в лес утопим. Хотя лес нам, наверное, еще пригодится, да? Не будем тебя сюда устанавливать. Да. Поставлю вот сюда. Без каких-либо кардинальных изменений. Здесь, конечно, можно ее утопить. Мы можем ее высоко поднять. Формировать туннели, маршруты, мосты и прочее. Но мы идем максимально простым путем. Вот так вот. Хотя, смотрите, она прямо таки все равно пытается утопиться как-то, да? Не, вот здесь мы тебя поставим. Да, с этой стороны. Окей. Минимум доработок самой землей. Достраивайся. Грузовики у нас готовы. Это что у нас такие? Ну, типа, интернешнл, да? Интернациональ. Жалко фредлайнеров. Нет? Классика жанра, как говорится. Значит, нам нужны теперь маршруты. Сейчас мы их сделаем. Как они у нас формируются? Нам нужно выбрать такую вкладочку. Здесь у нас идет уже выбор. Маршруты, например, только по сезону можно ездить. Но у нас сейчас стоит all season. Дальше мы выбираем само депо, откуда у нас будут выезжать грузовики. И дальше мы формируем уже сам маршрут. То есть мы забираем отсюда продукцию и везем ее вот сюда. В чем есть маленькая проблема? Во-первых, как вы видите, у нас сразу отображается красная полоса, которая говорит и показывает нам, как будет двигаться грузовик. Проблема в том, что грузовики чертовски не хотят ездить по грунту. Вот вообще никак. То есть они максимально будут ехать по асфальту и только потом уже искать какой-то срез. Если мы сейчас вложимся и, допустим, вот отсюда, досюда мы сделаем срез из асфальта, естественно, они поедут по этой уже дороге. И как эффект у нас, конечно, будет быстрее происходить доставка и меньше траты на содержание техники. Потому что, если я сейчас здесь это все удалю, видите, у нас здесь идет чистейший грунт. Если мы даже сейчас здесь сделаем грунтовую дорогу, они все равно здесь не поедут. Они поедут максимально до... точнее по асфальту и только потом уже будут делать съезд. Это, конечно, очень странная логика. Они в любом случае уходят на грунт. Какая разница метр больше, метр меньше? Но, видите, для игры это прямо дико принципиально. Я, наверное, сразу все-таки вложусь в дорогу. Значит, нам нужна асфальтированная и пойдет у нас вот здесь. Поверх мы ее можем проложить, интересно? Я, кстати, не пробовал этого делать. Не можем. Только если полностью ее удалять. Да, не проблема. Удалим сейчас вот этот кусочек. Тот мы оставляем. Дальше возвращаемся к дороге. Да, здесь у нас она прокладывается. Здесь у нас, получается, идет мост. И небольшой срез вот сюда. Нифига себе, 50 тысяч. Ну ладно. Все ради нашей фермы. Отлично. Это тогда, наверное, небольшой закуток мы оставляем. Либо, как вариант, на всякий случай можно ее здесь объединить. Мне, на самом деле, нравится в этой игре вообще, в принципе, плавность этих дорог. Она автоматически подстраивается. Ну и она достаточно негрубая сама по себе. То есть, видите, такие идут плавные линии. Все. Значит, новый маршрут мы сформировали. Точнее, нет, мы его не сформировали. У нас он не закончен. Да, возвращаемся к нему. Выбираем депо. Ставим тебя. Дальше ставим фабрику нашу. Стоп, не фабрик, это ферма. И магазин. Вот сюда. Что мы забираем? Мы забираем неупакованные фрукты. И их же разгружаем. Максимальное количество. Тысяча единиц. Все нас устраивает. Да, окей. Подтверждаем. Замечательно. Игра довольна. Мы тоже. Что касается самого маршрута. Значит, мы его выбираем. И видите, красная полоса у нас как раз по нему и загорелась. То есть, грузовики сказали. Окей, босс. Спасибо. Ты сэкономил нам время. И, конечно же, саму амортизацию некую. Осталось теперь только купить еще технику. Сейчас мы это сделаем. Выбираем. Покупка техники. Значит, что нам требуется? Естественно, для первого депо. Так его и называем. Единственное, надо будет вам переназвать маршрут на доставку фруктов в магазин. Чтобы потом они не запутались. Они будут писаться типа дорога 1, дорога 2. То есть, ну, не очень удобно. Нам по заданию требуется 6 грузовиков. Выбираем шестерочку. Дальше. Нам требуется выбрать, какой у нас есть грузовик. Напоминаю, у нас сейчас 1950 год. Это указано в правом нижнем углу. Это доступная для нас техника. Какие варианты? У нас, значит, грузоподъемность 100 тонн. Ну, там, или 100 единиц продукции, да. 160 единиц и 200 единиц. Здесь есть сразу же стартовая цена на эту машину. Содержание автомобиля, скорость, ускорение и максимальная скорость. Ну, то есть, как раз это все будет влиять на ту самую доставку. Я думаю, мы пока с вами, наверное, возьмем базовые грузовики по 35 тысяч, чтобы не особо сорить деньгами. Потом, если что, и продадим. А пока рабочие лошадки у нас именно такие будут находиться здесь. Что касается доставки, значит, если мы сделаем ее бесконечно, то мы можем получить еще хорошую скидку. Но пока нам важна техника, так что без особых скидок и заморочек мы будем как можно скорее ее сюда получать. Да, подтвердить. Доставка пошла. Формируется. Через какое-то время у нас появятся грузовики уже здесь на складе. Давай, еще немного. Отлично. Грузовики у нас на месте. Все, шесть машин у нас здесь есть. Они сразу же выезжают на маршрут. И вот в этой игре есть одна маленькая, ну охренеть какая большая проблема. Вот как бы это ни странно все звучало, да? Дело в том, что здесь нет возможности формировать какое-то количество грузовиков на определенную линию. Как только мы привязываем целое депо к определенной линии или даже к двум линиям, то все грузовики, которые находятся на этой линии, точнее в этом депо, они сами автоматически распределяются по нуждам на каждую отдельную линию. То есть, вы понимаете, у нас сейчас шесть грузовиков, вот сейчас ушло три, потом отсортируется какое-то количество, и еще у нас идет несколько в эту дорогу. Придется здесь, конечно, с этим очень сильно играться, копить деньги, и, наверное, даже ждет некое деление. То есть, одно депо будет заниматься только перевозкой фруктов, овощей, другое будет заниматься уже лесопилкой и прочими такими уже сложными материалами. Надо будет как-то под это все подстраиваться, иначе одно депо просто офигеет обслуживать абсолютно все и вся. Ладно, грузовики, значит, у нас пошли потихонечку. На них можно нажать, можно посмотреть, с какой скоростью они двигаются, что они себя, в принципе, представляют, что они везут. Также можно нажать и немножко к ним вот так вот приблизиться. Здесь, по сути, можно каждую технику таким вот образом рассмотреть. Но, ребятки, потихонечку пошли у нас, да? Значит, значки у нас красные пропали ошибок, потому что у нас не было техники, поэтому у нас производство не работало. А, ты смотри, пока мы там все строили, у нас здесь уже и урожай поспел, да? Сейчас мы посмотрим. Да, идет сбор продукции. Сколько нас кладем? Пока что ноль. Если мы поставим скорость игры чуть побыстрее. Ну, грузовики сейчас в холостую приехали. Порожняком пришли, порожняком уедут. Там же нет ничего. Ну да, видите, они пустые. Еще не успели собрать урожай первых фруктов. Следующие грузовики у нас выходят? Нет еще? Да, вот видите, и следующие потихонечку начинают выходить на рейс. То есть игра автоматически подстраивается на общее количество и на общую их дистанцию. Ну, очень удобно. Я хотел бы, например, на один маршрут поставить два грузовика, а все остальные, чтобы стояли в простое. Но игра так не готова делать. Во всяком случае, пока. Может быть, позже это изменит. Я надеюсь, что это изменит. Но вот в этой версии это недоступно. Все, первый урожай мы собрали. Дальше у нас опять начинается подготовка. Хотя нет, это этот же был сезон, поэтому подготовки не идет. Сразу идет уже именно ожидание самого сбора. Что по продукции? У нас есть 250 единиц фруктов. И здесь у нас также еще указано, насколько они свежие. Естественно, люди в магазинах хотят приобретать свежую продукцию. То есть зеленую, желтую, красную. Либо мы можем продавать со скидками, либо мы можем вообще ее сразу утилизировать, чтобы люди особо, ну, не питались просрочкой. Грузовичок у нас заполнился продукцией и потихонечку отправляется. Значит, он забрал 100 единиц. Стоп, почему 100 единиц? А, потому что у него грузоподъемная 100 единиц. Хорошо, да. Он ее забирает. Хотя у нас в заказе стоит, что он может забирать максималку, а именно до 1000. Но это уже когда будет касаться других, более крупных автомобилей, не того, что есть у нас сейчас. Ладно, потихонечку, да. Значит, мы это с вами, наверное, можем отпустить. Видите, вон, видите, грузовики сейчас-то порожняком гоняют из-за того, что они вот выехали по надобности самой игры. Магазин не пусто, никого нет, люди хотят. Кстати, что касается того, что хотят люди. Значит, есть общая информация по городу, уровень его развития. И, что самое важное, мы можем отдельно отследить нужды каждого домика. То есть, насколько дом активный растет, какой у него уровень, то есть, он будет меняться, что он хочет, что он хотел бы приобрести в этом году, например, да, то, что ему требуется, то, что он может и хочет купить прямо сейчас. Видите, он не может купить прямо сейчас опилки, поэтому он недоволен. И то, что ему требуется, в принципе, в сезон. То есть, например, ему в сезон, в этот сезон, в осенний, требуется 4 единицы фрукта, овощей, и еще требуются ему опилки 6 единиц. То есть, если мы это все будем ему поставлять, то он будет доволен, и домик будет расти. Суммарно рост всех домов будет приводить к росту города. То есть, он будет становиться шире, больше, круче, замечательней. Но для этого требуется, естественно, время Сейчас, наверное, подождем, когда приедет наш первый грузовичок и разгрузится Ну, а эти товарищи, да, типа, приехали, разгрузили пустые свои кузова и обратно возвращаются уже на ферму Она сама по себе неплохо развивается и хороший идет запас продукции Поэтому не буду пока увеличивать общую эффективность ее, поднимать до 150% Если что, мы просто поставим еще дополнительные поля и все На круг это выходит дешевле Где там наш первый продуктовый товарищ? Вот он едет, да, покажи себя Ну да, загружен, кстати, на что он похож, интересно, какую машину? Кто шарит, в комментариях напишите И да, кстати, по поводу городов еще очень важный момент Значит, обратил внимание на то, что здесь, ну, такая декорация неплохая, не сверх замороченная, сложная Машинки катаются, симуляция жизни Все замечательно, все здорово, но черт подери, знаете, что здесь нет? Здесь нет людей То есть, как бы, есть машинки, но нет людей Возможно, они будут добавлены позже Сейчас только вот, разве что, техника катается по городу, не более чем Ага, вот он как раз и прибыл Наш первый товарищ О, вы только посмотрите на это Сейчас он разгрузится Давай, ну что ж, так долго-то, а? Во, красавчик Смотрим информацию Сто единиц у нас есть на складе Вся свежая продукция Ничего, мы там менять цены не будем Оставляем все, как есть По поводу автомобилей А вы обратили внимание, что она здесь стоит? Вот этот товарищ, а? Семерочка, что ли? Ты посмотри, классная, прекрасная и красная Да, это она Это, походу, у нас аудио 80-я бочка стоит Это, типа, Волги у нас, походу Копеечки наши Слушайте, ну техника знакомая, абсолютно знакомая Ладно, значит, возвращаемся к нашим следующим задачам и заданиям Техника пока начинает дальше возить продукты А мы посмотрим, что у нас с вами Кстати, а что у нас по прибыли? Ну, продукты покупаются А насколько быстро? На складе 88 единиц осталось Да, я просто вижу, что денежки потихонечку в плюс у нас идут Это радует Значит, по поводу Добычи древесины Это то, что требуется следующее нам построить Давайте делать Ну, опять же, как я и сказал ранее Мы будем строить там, где это максимально Выгодно, удобно и где мы сможем хоть что-то добывать А это место находится вот здесь Сейчас только мы тебя как-нибудь развернем аккуратненько Поставим вот сюда уголочек Единственное, только я попробую как-то подогнать И подобрать так, чтобы Минимум вот этих было ландшафтных доработок Ну, как вариант, наверное, вот здесь Данная постройка стоит 2 мульона Производит только древесину Ну, только бы других вариантов-то и не было, да? Давай, стройся Ну, что самое важное Вы, наверное, уже обратили внимание Здесь у нас идут железнодорожные пути Да Здесь, конечно, как вариант Мы можем возить с помощью грузовиков Ну, это, наверное, перебор, да? Поэтому нас сейчас ждут с вами поезда Только нам сперва потребуется еще Калорама Которая у нас будет находиться Либо на нашей территории Либо куда-нибудь сюда ее можно возвести Тут у нас еще территории есть С высокой стоимостью земли Туда было бы неплохо городовые водители Или какие-то другие части Где можно будет на этом зарабатывать Как вариант, наверное, все-таки поставлю тебя Вот сюда, с этой стороны Только, опять же-таки, мы можем попасть Знаете, на что? Мы можем попасть на то, что у нас это будет стоить очень дорого В плане строительства железнодорожных путей Здесь без мостов явно будет не обойтись Либо минимизировать доставку вот здесь И сюда ее уже отправить Не, давайте, наверное, здесь я тебя поставлю И не будем голову ломать Вот сюда я ее поставлю Да, это будет отличный вариант Во-первых, не такая сильная заморочка с ландшафтом А здесь будет проще нам подсоединить ее сразу к дороге Установить И давайте выбираем саму дорогу Которая у нас пойдет вот отсюда Есть точка соединения Единственный вопрос, как мы тебя... Ага, ты посмотри, у нас здесь, получается, вообще туннель формируется Называется, решил сэкономить Ну-ка, здесь, если мы тебя попробуем как-то в уголочек вывести Вот так подрежем малость И сделаем какую-нибудь такую завитушку Без туннелей? Шикарно! Отлично! Меня более чем устраивает Все! Эту дорогу мы с вами сделали Осталось теперь только подсоединить еще эту самую железную дорогу Значит, у нас она пойдет Ага, стоп, отбой Нам еще требуется депо Конечно же, куда же без него Значит, данная постройка стоит уже 4 миллиона Достаточно дорогая И по содержанию 25 тысяч Я ее поставлю куда-нибудь, наверное, в уголок Чтобы особо нам она не мешала То есть, будешь вот здесь Установить Отлично Теперь нам требуют сами пути Выбираем первое соединение И соединяем тебя вот сюда Дальше Отсюда мы тебя уже переключаем на вот этот коннект И давайте пробовать подогнать как-то до нашей пилорамы А вот это самый главный вопрос Я даже сказал вопрос еще 560 тысяч Нифига себе ценообразование Ну ладно, других вариантов у нас нет Соединяем тебя вот здесь Ты где? Вот ты, да Отлично, появилось И того, что у нас получилось с вами Здесь у нас находится на крайне депо Здесь у нас идет погрузка материалов Сразу же это все дело уходит На такой вот некий мост И отсюда у нас оказывается уже на пилораме Здесь мы это будем превращать в доски В опилки, в картонки и так далее Ну, вроде как, очень даже неплохо Я думал, будет дороже Ну, ладно Следующее, что мы должны сделать Это нам нужен магазин Да То, где мы будем продавать всю эту продукцию Опять же таки, будем строить его в городе Только вопрос На какой окраине? Либо все-таки в центре Не, в центре точно стоять не станем Неплохой вариант будет, наверное, тебя поставить Куда-нибудь вот сюда Или даже, возможно, куда-нибудь вот здесь Только нам нужна сперва здесь дорога Протянем ее вперед чуть-чуть Вот таким вот образом Ну, здесь у нас идет без этих самых Без тротуаров На машине доедут, все правильно И сюда ставим уже сам магазин Вот он Семьсот пятьдесят тысяч стоит Окей Установить Миссион комплит Дальше, значит, нам требуется что? Нам требуется с вами заняться Следующим вариантом производства продукции А именно У нас будет идти уже упаковка И прочее Где-то находится Вот у нас он где, да? Здесь у нас делаются упакованные фрукты, овощи И здесь выпекается хлеб Но для того, чтобы у нас выпекался хлеб Нам, естественно, требуется пшеница Которую надо, опять же-таки, выращивать А что у нас там на ферме? Есть что-то на складах? На складах у нас здесь ничего нет Грузовички у нас, смотрю Начинают кататься пустыми Окей Значит, тогда мы сейчас займемся параллельно другой продукцией Либо увеличим процентовку А здесь сколько у нас ее? Сто семьдесят единиц Хорошо Тогда мы сделаем вот как Все-таки здесь немножечко сейчас поднимем эффективность На сто тридцать Пока что Ну, чтобы особо деньги, опять же-таки, нам с вами не сливать Значит, что касается производства пищи Где мы с вами будем ставить данный завод? Ну, у нас здесь вариантов, на самом деле, много И здесь можно, и здесь можно И как раз-таки логотипы нам говорят о том, что Неплохой вариант здесь здесь построить Только мы будем отталкиваться уже от, наверное, того Откуда мы будем забирать коробки А именно вот отсюда Из нашей пилорамы Именно здесь они у нас будут изготавливаться То есть мы будем делать максимально маленький Максимально короткий маршрут Попробуем его как-то поставить вот здесь Если получится А если не получится, то иначе не получится А, скорее всего, не получится Придется очень сильно резать А если около моста поставить? А он здесь не цепляется, да? А, вот, смотрите, идеально Отлично зацепился Тогда подключаем тебя к этой дороге А отсюда мы попробуем сделать дополнительную тогда развилку И спустить тебя сразу вниз Получится, ну, через туннель За 15 тысяч Ну, не так уж и дорого, кстати говоря Давайте сделаем туннельчик Здесь единственное, такое будет Фильтр у нас с андеграунд есть Да, вот как раз, видите, зеленым будет подсвечиваться Что у нас с вами здесь идет подземный переход Точнее, в данном случае переезд Окей, это для сокращения самого пути Ну, а чтобы они не через саму фабрику катались Вдруг ему надо куда-то развернуться Или ехать дальше Здесь сделаем тоже небольшой вот такой срез Отлично Нам нужен поезд И нам нужна теперь добыча древесины Как это выглядит? Значит, открываем также здесь производство Дальше ставим Сами, где у нас идут лесозаготовки То есть это у нас будет, допустим, с этой стороны Прямо напротив путей Раз Три поставили И в придачу выбираем, опять же таки, вырубку Все, процесс запущен Только единственное, 150% опять же таки Мы пока временно убираем Чтобы немного сэкономить Все-таки разница большая 600 тысяч, либо 400, да? То есть на 200 тысяч идет переплата Количество 3900 единиц древесины будет выходить Нам нормально, нам пока окей Значит, идут заготовки потихонечку Опять же таки, видите, здесь идет процесс У нас уже состоит из четырех элементов То есть за один сезон можно получить Четыре раза продукцию Ну, что касается анимации Она достаточно такая простенькая и посредственная Там у нас где-то лапы захватывают Что-то собирают Но самое главное, это, конечно, поезда По поводу поездов Не забываем про них Значит, нам нужен маршрут Формируем его Выбираем депо Дальше нам требуется поезд А, стоп, у нас поезда нет Отбой Сейчас мы его купим Приобрести А, мы, наверное, сразу отсюда купим поезд Да, сделаем маршрут И сразу сформируем покупку То есть отсюда ты у нас идешь Здесь у нас тут какие поезда? Значит, на четыре вагона Либо на восемь Ну, опять же, такие разницы Сами видите, большая между ними Пока возьмем на четыре Нам этого будет достаточно Один поезд Что касается маршрута Да, ну мы тебя выбираем Подтвердить этот контракт Сейчас доставка будет совершена А теперь мы делаем дорогу сюда То есть первый у нас маршрут Это депо Затем мы формируем Забираем отсюда древесину И везем ее уже вот сюда Но, опять же, мы сейчас находимся На самых малых На самых ранних этапах Потом, естественно, такие у нас будут Переплетения этих путей Мама, не горюй Подтвердить Окей Готово Ну, здесь сейчас по нулям Потому что на складе нет ничего По производству Давайте сразу выберем Что мы здесь будем делать А нам требуется Нам нужна упаковка То есть нам требуется картон Картон делается у нас Из досок То есть сначала мы должны С вами сделать доски Из древесины А потом уже делать картон Ну, тут два варианта На самом деле Мы можем поступить Каким образом? Либо ставить отдельное производство Либо внутри этого производства Делать наращивание То есть первый вариант Мы с вами устанавливаем Изготовление досок Вот здесь Дальше Делаем также Производство Пока что 100% Без каких-либо Ускорений и бустов Подтверждаем И открываем сразу Второе здесь производство Это стоит 850 тысяч Также отдельное содержание Требуется отдельная линия Она у нас возвелась И сюда мы уже ставим Производство картона Тоже всесезонная фигня, да? Значит, ставим 100% И будем получать Один к одному Подтвердить Но было бы неплохо Я бы даже сказал В идеале Нам всегда еще в пиндюре Каким-то образом Производство Стружки Как мы ее можем получить? Мы ее можем получить Надо подумать, кстати Как мы ее можем получить Но в любом случае Нам потребуется открыть Еще одно производство И стружка у нас будет идти Опять же таки С дерева То есть продукция будет делиться Пополам На стружку И одна будет уходить на картон Ну да, наверное, как вариант Все Стружка начинает портиться Но что самое главное Запасы имеются Прибыль идет Небольшая, но идет Грузовики у нас катаются полные А здесь Да, с полной загрузкой Что на складе На складе здесь сейчас ноль Наверное, не успеют собрать Да Здесь было бы неплохо Нам еще увеличить Производство Сколько это стоит? 375 тысяч Угу А если мы поднимем Производство У тебя эффективность До 30 тысяч Точнее до 3 тысяч Подтверждаем Окей И, наверное, все-таки Поставим сейчас еще Одно производство Потом которое мы с вами Сможем уже поменять На какое-то другое поле Но пока пускай Выращиваются Фрукты Тем более Мы с вами будем их Потом опять же таки Уже упаковывать Как помните А, слушай Я, наверное, просто продолжу Вот эту дорогу здесь, да? Первая Ну, вот так я их здесь установил Рядышком все Значит, что касается продукции Опять же таки ты Но ты уже 100% будешь На соточку У нас работать Не больше Пока достаточно Но сейчас идет подготовка Засеивание А потом будет сбор урожая Готово Загорелся значок Да, ожидание техники Ожидание А, стоп Не техники Идет ожидание Идет ожидание Сбора урожая И здесь у нас Есть несколько ошибок Потому что нет Самого производства Но оно понятно Сейчас еще древесина Не подъехала Где у нас там Сбор идет первый? У нас вообще Поезд выехал, нет? Еще ни один не выехал А сбор Как у нас произошел здесь Находится ноль Производство Тока-тока Начинается, да? Ну, как только появится Сразу и поезда пойдут в ход Зима так резко Сразу пришла, да? Продукция появилась 240 единиц Ждем поезд А он, кстати, что-то не выходит Возможно, он должен идти У нас, получается С какой-то полной Либо Средней загрузкой, да? 200 единиц Для него это несерьезно Ну-ка, а сколько стоит Расширение? 500 тысяч Чтобы было больше древесины Нет, тогда мы Сделаем по-другому Сначала поставим Увеличение здесь Процентовки На максимум Проверим А, я загрузку, походу, Забыл указать Ну-ка, если так Да, я забыл поставить Кнопочку загрузки Все, поезд у нас В любом случае отправляется Максимум может забрать 800 единиц Он где? Вот у нас он выдвигается Наш красавчик Сейчас мы на тебя нажмем Чтобы можно было Рассмотреть, посмотреть Вот такой вот он Он сейчас загружается Ну, получается, тогда Только половину вагонов Он сможет к себе загрузить Но, с другой стороны Мы в любом случае Увеличили общее Производство древесины Как только он будет готов Мы либо расширим Либо добавим вагоны Либо купим еще другой Возможно, поставим еще Больше древесины Добычи здесь Погрузили? Нет еще В процессе Да, два вагона Так, видите, вышло И все Отправляется уже, соответственно На лесопилку Где у нас это все дело Будет превращаться в доски Почти на месте Почти прибыл Смотрим по складу Триста Это данное производство Машина у нас идет Машина у нас идет на линию Сюда сразу Индикация на линию По дому Значит, выращивать и производить То есть мы его делаем здесь Здесь же Надо только поставить здесь зерно Новое, да И отсюда сделать доставку коробок И все это будет уходить в один магазин Мы сейчас, конечно, проверим Будешь ли ты его забирать Пока только фрукты Пока только фрукты нужны А куда все делось А куда все пропало Ты посмотри, а Все куда-то прямо улетело Они что, отвезли уже? Серьезно? Они уже забрали стружку, что ли, получается? Этот фрукт и везет Да Он забрал стружку Хотя, стоп, подожди Он едет порожняком Он ничего не забрал Тогда куда все делось? Вопрос Якобы загружается На складе пусто Поезд везет древесину У нас на рейсе один Многие находятся и несколько на двушке На втором, то есть А почему я не вижу того Куда девается вся продукция? Они же уже ее произвели Разве нет? Ладно, сейчас проверим Тем временем у нас поезд еще привез Сколько? 600 единиц Неплохо Да, у нас суммарно отображается здесь вся древесина Сейчас закончится у нас здесь производство Проверим Готово Все отобразилось То есть грузовик сейчас должен будет подъехать И забрать отсюда продукцию Грузовик один на подходе А в магазине у нас Пусто Что-то либо я проморгал Либо я не понял, куда делась первая партия Что у нас здесь по продукции? 300 хранится на складе Тогда мы делаем вот таким образом Здесь меняем полностью тебя Таким образом, что здесь у нас будет выращиваться что-то другое Удалить Да И здесь мы будем выращивать теперь хлеб Ну точнее пшеницу Подтвердить по производству Пока опять же сделаем 3000 А даже не 3000, 2000 единиц На 105 единиц Эффективность Вот такая у нас будет идти Поле автоматически удалило Сейчас его тут переделают Подготовят И будет заодно все выращиваться Проверяем Там у нас погрузчик работает во все Мне главное, чтобы ты сейчас забрал Именно стружку 100 единиц забрал Все отлично Теперь начнется поставка в наш главный город Ну, в единственный пока что город И слушайте, а у нас здесь очень много овощей На самом деле, точнее фруктов Да, это же фрукты у нас, да Тут вариант какой? Мы либо можем поставить еще один магазин Но в любом случае в городе У нас не сверху увеличится суммарная потребность данной продукции Почему? Потому что, ну, как бы Этот магазин работает на весь город, да Если мы сейчас его поставим еще один То мы сможем просто разделить на общее время хранения То есть оно будет дольше здесь держаться Типа внутри морозильной камеры и все такое Но спрос от этого не увеличится Либо мы можем просто как раз-таки эти фрукты Как еще третьим производством Обратно отправлять уже сюда Точнее даже не обратно А половину отправлять отсюда То есть мы сделаем маршрут Сначала он заезжает, выгружает половину сюда И половину вот сюда Таким образом Таким образом у нас с вами будет идти уже Производство дополнительно пакетированной продукции Хорошо, давай попробуем отредактировать Тот маршрут, который у нас есть Значит, ты у нас тогда делишься пополам Ставим тебе здесь 500 единиц Здесь загрузка Что касается маршрута Мы добавляем тебе суммарно еще один вот сюда А, стоп, мы это должны переделать Да, мы сейчас полностью переделаем Ты забираешь отсюда В первую очередь продукцию Это тебя Здесь А, стоп, мы знаете, как сделаем Мы удалим абсолютно все Чтобы это не мешало И заново сформируем Значит, ты отсюда забираешь продукцию Сюда ее довозишь Отсюда Также выдвигаешься уже в сторону магазина Ты здесь забираешь Получается 500 Это загрузка Подожди, а почему 500? А, ну потому что он тысячу делает пополам, да? 500 Здесь ты выгружаешь 250 Получается И в магазине ты выгружаешь Остаток Ну, остаток, да, и разгружаешь Вот таким вот образом получается Хотя должно быть по 250 Почему-то он не дает мне сформировать Нормальную цифру Ну ладно, проверим, будет ли работать Окей Окей Только, походу, я малость ошибся Я не на то производство поставил его Надо было ставить здесь Упаковка У нас же тут происходит Фрукты Вот они Мы их ставим на производство Пока ставим так же 100% Окей Сейчас переделаю маршрут Он некорректный, да Здесь забираешь Здесь разгружаешься И вот здесь тоже разгружаешься А то, смотрите, у меня какой-то значок красный загорелся Думаю, что не так А что-то да не так Да, значит, здесь мы ставим 500 Получается Здесь ставим разгрузку 200, минус 250 Минус 250 И там у нас теперь тоже формируется Минус 250 Вот теперь все четко Окей 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 Но нам теперь надо еще отправить Как-то коробки Каким образом? Ну, здесь какой-то максимально маленький маршрут Надо сделать будет нам Надеюсь, все-таки игра выделит одну машину Давайте попробуем это сделать Новый маршрут Сформировать депо Естественно, все Это пока первый и единственный у нас работает Забираешь отсюда и вот сюда Значит, здесь ты забираешь коробку Там ее разгружаешь Ну, максималку Да, все, что есть, все отвозишь Все, маршрут сформирован Перепроверяем Ну да, он очень коротенький До сюда доехала Здесь забрала Здесь разгрузилась Как дела обстоят у нас с зерном? Ну, пока пшениц потихонечку растет Да, кстати, как видите У нас здесь время И сбор урожая Один будет За целый сезон То есть, если мы фрукты Два раза в год собираем То пшеницу один раз Что по прибыли у нас Ну, потихонечку поднимается Да, поднимается, когда мы не тратим ее Ну, вроде как все сбалансировано Вот, смотрим Сейчас его загрузку 500 единиц у него стоит Сейчас посмотрим, что он заберет Здесь у нас есть фрукты? 390, отлично Подъехал Загрузился 100 единиц Окей Какого круга-ля-то, да, наворачивает? Ну, не хочет по грунтовке ехать Ну, вообще, ну, никак Сейчас он должен будет повернуть Угу Доезжает до завода Проверяем по разгрузке 50 единиц Все правильно рассчитали Да, получается, он полтаху сгрузил И полтаху оставил у себя Для того, чтобы отвезти ее в магазин То есть, отсюда у нас сейчас должны будут приходить коробки А они, по идее, должны уже были приехать 200 штук Уже одна машинка натаскала И, соответственно, у нас за год Точнее, не за год, а за сезон Сколько это? Раз, два, три, четыре Да, я правильно вижу? Это у меня Ну, да, по-моему, я правильно сочетал А то эти палочки у меня сливаются в одно Но, вроде как, все верно отсчитали То есть, за год он делает четыре упаковки Четыре раза может упаковать продукцию Она будет здесь копиться И отправляться уже в магазин Обратно вот сюда Ну, таким образом будет город потихонечку расти Ладно, я думаю, для первого взгляда достаточно Все показал, все разжевал Дальше здесь надо будет только увеличить все эти производства и масштабы Но, опять же, для ознакомления более чем достаточно Это такая у нас немножко ограниченная демка Если вам она понравилась То, когда игра выйдет в релиз Мы с вами ее продолжим Хотя она очень сильно напоминает Альтернативный вариант Транспорт Фибер Если такие игрушки вы любите То, я думаю, это вам должна зайти Опять же, что говорит разработчик Мол, здесь у нас будет 25 разнообразных производств Начиная от фермы, заканчивая добычей в шахтах И более 60 видов разнообразной продукции В общем, есть, что повозить Есть, что попроизводить и подобывать Такие дела Пишите, как вам игра Обнял, поднял Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok